Эти ступеньки на Филатовском кладбище своими руками обустроили местные жители. Они, как никто другой, неравнодушны к многовековой истории своего старинного села. Филатов вообще очень интересное селение. Его упоминание исторически найдено в архивах, это писовых книгах, 1567 год. Здесь, на этом кладбище, Христорождественская церковь здесь стояла. Об этом жители узнали лишь благодаря поискам. Там, согласно архивам, сооружение разрушили. Неоднократно ее восстанавливали, но по разным причинам она вновь уничтожалась. Пока около 250 лет назад церковь не перенесли хозяева Филатовской усадьбы, прямиком в деревню, где она стоит до сих пор. Спустя годы Борис Брусилов хотел восстановить здание на первоначальном месте. Разработан был проект, и план вот этот мы нашли, и было построено в 1908 или 1906 году. В советское время она затерялась. Мы нашли свидетелей, жителей деревни. Тоже написано, что один сказал, что вот где-то здесь. Мы пришли, а здесь прямо церковная свалка. Есть план кладбища, на котором точка указана часовня. И вот когда свели все эти, и вот Носиков, краевед наш Сергей Борисович, искал, и мы вместе объединились и нашли эти места. Начали спрашивать, как его расчистить. Убрали предприниматель один, второй, третий, помогали нам. Он тоже привез КАМАЗ земли, разровняли, засадили травкой. Ну а потом вот попросили людей. Отец Александр дал плитку, часть мы купили. Вот Голгофу мы даже с сыном сами сделали. А крест этот поставил другой предприниматель. С миру по нитке. Да, 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 да. И за один летний сезон, мы сделали осенью 16-го года, мы закончили это. Еще одно доказательство, что это место, вот церковное святое место. Вот здесь, вот первый крест, он видите белый. Это могилка жены нашего батюшки святого, отца Алексея Смирнова, который причислен к лику святых. Значит, он знал, что это святое место и похоронил жену в 911 году. Недалеко от кладбища находится еще одно историческое место, сохранность которого вызывает опасения у местных жителей – филатовские курганы. Это около 15 древних захоронений славянских племен 11-13 века, обнаруженные учеными в начале 20 века. У нас даже в сведении есть вот председатель филатовского сельского совета, значит, он рассказывал, что был участником раскопок уже не первых, а уже, наверное, вторых в советское время, где-то в 26-м или 36-м году так вот раскапывали. И даже нашли вот эти остатки захоронений этих племен, и именно отнесли их к кривичам и мэре. И эти остатки, ну, там какие-то браслеты находили, там еще что-то такое, они отдали в Московский областной музей. А когда немцы наступали, их куда-то увезли, и так они и пропали. А опасения в чем? Опасения в том, что они, видите, вот я года три тому назад был, здесь вот этих завалов не было. А сейчас, во-первых, уже раскопки, черные копатели, видите, следы раскопали. А потом приедут эти лесники, убирать будут, а потом бульдозерами снесут, и все, никаких следов. Сейчас уже это знаешь. А так бы шел и разве догадался, что это захоронение славянских племен. То есть надо как-то оставить, чтобы оно осталось нашим потомкам. Это же тысячелетняя история края. Жители уже обратились в общественную палату с просьбой предотвращения порчи и разрушения выявленного объекта культурного наследия. На ближайшем заседании комиссии будет рассматриваться этот вопрос. Предлагается направить письмо в лесхоз. Выявленный объект культурного наследия находится на одном из участков Филатовского участкового лесничества. Будет рассматриваться вопрос об уточнении координат, так как в генеральном плане городского округа Истром место расположения выявленного объекта культурного наследия показано достаточно условным. Возможно, для специалистов, которые будут производить лесовосстановительную работу либо санацию леса от упавших стволов, для них будет установлена табличка, что здесь находится памятник археологии. Ну а местные жители, в свою очередь, будут обеспечивать контроль для предотвращения незаконных раскопок, которые здесь уже, по сообщению жителей, велись неустановленными лицами, не имеющими соответствующего допуска. Безусловно, необходимо направить силы на сохранение исторических захоронений. Остается надеяться, что указатели, которые планируются здесь установить, не привлекут большее внимание черных копателей. Очевидно одно – село живо, пока есть неравнодушные люди. Алена Кудырко, Михаил Моралов, Истрей РФ.